Привет. О, слышно. Итак, у меня тут GIF. При него он мне будет помогать рассказывать динозавры, которых я отчасти рисовал прошлой ночью. Итак, как мне сказали, мне зовут Александр, и я активно помогаю этому сообществу, SPB FrontEnd, но не только этому. Еще сейчас активно помогаю делать конференцию JS Nation в Амстердаме, и также я очень люблю создавать игры. GameDev — это такая моя страсть, и она перешла из моего домашнего хобби ко мне на работу. То есть теперь я еще в Тинькове делаю игры иногда, чему я очень рад. И этот доклад тоже будет косвенно связан с одним игровым проектом, которым я занимаюсь, но обо всем по порядку. Также еще хотел бы вам показать список конференций, на которые можно податься с докладом. То есть с докладом можно податься не только на метап, а еще и на конференции. То есть если вам есть о чем рассказать, то проходите в этот список, там все конференции, куда можно податься на русском языке, что очень важно. То есть здесь все конференции, где можно говорить по-русски. Итак, начнем с наших гифок. Это Twitter. Я вот тут увеличу, чтобы было видно. Итак, давайте смотреть. Вот в Twitter есть гифки. Вот прямо видно. Гифка, гифка. Все там есть. Заходим в инспектор объектов. Смотрим. И кажется, это не гифка. Нас обманули. Шильдик стоит, написано гифка, а на самом деле это mp4 файл. Это видосик. Гиф нас уже, ой, Twitter нас уже обманывает. Как, в общем-то, и многие другие популярные сайты, которые позволяют размещать гифки, все еще пишут, что это гиф, но практически всегда это mp4 видео или какое-нибудь такое. Короче, гиф умер. То есть это уже как бы факт. Состоявшийся гиф уже никто не использует. Нужно переходить на видосики, и все крупные игроки уже на них перешли. Хотя до сих пор делают вид, что используют гифки. Итак, что же такого гифки, почему от него отказались? Ну, как тут видно, я написал это примерно в трех словах. Если немножко это все расширить, то мы видим, что у него плохое сжатие, огромный размер, и он такой неповоротливый, что ли. То есть невозможно управлять скоростью воспроизведения, допустим. Для него есть уже замена. Замена не одна. То есть если гиф когда-то был единственным способом что-то заанимировать на сайте, теперь вариантов довольно много. И если раскрыть их, то видно, что первые два — это растровые, вторые два — это векторные. Итак, насчет видео. Чтобы вставить анимашку на сайт, которая на самом деле является видео, нужно просто добавить ее в качестве тега «видео», добавить в «сорс» и обязательно указать атрибуты, чтобы видео играло сразу, как оно загружено, чтобы оно было бесконечным, и обязательно, чтобы оно было замьюченным, то есть чтобы оно было без звука. Это обязательно условие, чтобы видео вообще начало играться, потому что иначе браузер будет его блокировать, думая, что вы пытаетесь испугать пользователя каким-то звуком на сайте, который он не вызывал. Также есть спрайты. Спрайты — это такая более управляемая штука для анимации. Это обычные картинки, которые сложены в определенные последовательности. К ним чаще всего идет какой-нибудь JSON-файл, в котором указаны координаты этих кадров, и анимации обычно подразделяются на анимации разных движений, и чаще всего это используется в играх. Но можно использовать не только в играх. То есть спрайты нужны, когда вам нужно как-то описать ваши анимации и представить их в одном таком большом файле с различными флоу-анимацией, то есть там бег в одну сторону, бег в другую сторону, прыжок и так далее. Также для веба есть такая очень прикольная штука, мы ее иногда используем у себя в проектах, которые мы делаем на работе. Это Lottie. Это экспорт из After Effects. Главное преимущество в том, что здесь анимашки полностью делаются дизайнерами руками. То есть вот дизайнер-мышка делает анимацию, как он ее сделал, таким образом она экспортируется, и вы можете при помощи Lottie, это рендер для этих анимаций, вставить ее к себе в HTML-страничку, она будет работать точно так, как придумал дизайнер. Это SVG-анимация, которая полностью делается руками и экспортируется. Отличная вещь для ускорения разработки, особенно когда дизайнеру хочется самому потрогать, какие анимации он может сделать. Почему нет? А также еще хочу показать вам одну штуку из игровой разработки. Она называется Spine. Это такой редактор, который позволяет делать скелетную векторную анимацию. Это прям выглядит очень круто. То есть все здесь составлено из примитивов, к ним привязаны какие-то кости, и как в 3D тут присутствует скелетная анимация, которая морфит вот эти все объекты векторные, из которых составляется фигура. На Spine можно делать не только персонажей игровых, можно делать целые игровые миры, можно делать волнистые искажения, допустим, воды или чего-нибудь, или огня. Люди довольно много всего в геймдеве делают на Spine. Если вам захочется сделать какой-нибудь крутой лендинг, я думаю, стоит присмотреться. Это довольно прикольная технология, обладающая прям огромным вау-фактором, и главное, что она не очень много весит и довольно хорошо везде работает. Итак, что же из этого всего выбрал я для своего очередного игрового проекта, в котором очень много видосиков. Вот прям очень много видосиков. Один видосик сменяет другой, там прям все анимировано. Кстати, вот он. Как видно, тут прямо, ну, все горит, все движется, пылает огнем, наводим на кнопку, она начинает ворочаться, и тут прямо вот все так, фух. Да-да, днем я обычный банковский рабочий, а вечером я перехожу на сторону казино. Итак, чтобы добавить видосики на сайт, я выбрал обычные видео. То есть у меня все анимации, все кадры анимации были в PNG, они были растровыми, и мне самый удобный вариант был взять просто видео. Чтобы взять и сделать видео кроссбраузерно, можно выбрать несколько форматов и предоставить браузеру выбрать, какой из них он будет играть. То есть браузер может сам выбрать, какой загрузить, и он начнет его играть. Это прям очень удобно. То есть указываем фоллбеки, и они сами как-то работают. Браузер сам понимает. А еще для GIF-анимации Safari умеет так. Можно прямо вымыть, штавить видео, но это умеет только в Safari. Прикольная штука, когда не хочется заморачиваться с видео, все-таки видео нужно немножко иногда JS-обвязки делать, а тут прямо все играется само. Отличная штука. Итак, почему же все-таки выбрал видео? Опять я тут описываю это в трех словах, но если раскрыть, то, как я уже говорил, браузер сам выбирает, какой видеоформат для него лучше подойдет. Это 100% кроссбраузер, потому что видеотег существует уже довольно давно, и он сразу шел с элементом source. То есть эти фоллбеки были заложены в нем изначально, это не что-то новое. И также это, конечно, экономичность. То есть браузер выберет самый экономичный формат и будет замечательно. Также по сравнению с GIF можно замедлять, ускорять видео, останавливать его на произвольном моменте, продолжать его проигрывание, и если надо, можно еще и звук добавить. Но у GIF была такая прикольная штука, как прозрачность. Она была, конечно, однопиксельная, но ее много где использовали, она была прям однобайтовая, но очень важная. И для анимации в моем приложении тоже очень важно было сделать прозрачные видосики. Я серьезно покопал эту тему и нашел, что на самом деле кроссбраузерное решение выглядит так. Немножко более запутанно, чем я показывал раньше с встраиванием непрозрачного видео, но все же тоже можно. То есть мы можем покрыть Chrome, Safari и Edge, и для всех остальных, которые не могут воспроизвести формат, веб-ем или HEVC, можно использовать библиотеку SeeThrough. SeeThrough – это такая библиотека, которая позволяет делать из непрозрачного видео прозрачное. Она рендерит ее при помощи канваса и вообще делает все как полифил. То есть тоже довольно удобное решение. Вы, кстати, видели, когда ими как дерутся динозавры? Я вот представил и вчера ночью нарисовал это. Я вот таким образом представляю себе войну довольно древних форматов, потому что сейчас в основном все видеоформаты, которые дошли до веба, имеют уже за собой, наверное, чаще всего десятилетнюю, а то и большую историю. То есть это прям такие уже мастодонты и динозавры. И вот они сейчас активно воюют за рынок, за браузеры. Такая война корпораций. Но для начала давайте разберемся, что же можно иметь под форматом и что же мы будем рассматривать в докладе. Итак, есть кодек, а есть контейнер. И это неравные сущности. То есть контейнер — это то, что вы видите в расширении файла, а кодек — это как раз то, как пожат блок данных с видео, с пикселами, которые движутся на экране. То есть самое главное в видеофайле на самом деле — это кодек, а не контейнер. Контейнер — это просто разметка. Итак, первый формат, который я бы вам хотел показать, из того, что я исследовал, что же лучше мне было взять. Я еще исследовал кодеки, естественно. Я остановился на MPEG-4, который прям такой самолдовый, всем знакомый, MPEG-4 везде воспроизводится, кросс-браузерный, замечательный. То есть хорошо то, что он еще и очень быстро кодится. То есть, допустим, чаще всего энкодинг видео каких-нибудь сложных форматов очень серьезно нагревает ноутбуки. Его лучше рендерить на что-нибудь с хорошей видеокартой. А MPEG-4 рендерится везде довольно быстро. Можно из консоли запускать рендеринг, и это не будет слишком долго. И главное — это отличная поддержка. Чтобы его строить, нужно просто добавить source-элемент видео. Тут довольно тривиально. Итак, какие уже у него бенефиты по сравнению с GIF? А вот это в том, что есть ключевые кадры, есть переходные. Переходные кадры содержат только дельту изменений, которые есть от кадра к кадру. И когда картинка полностью меняется, просто кодируется следующий ключевой кадр. И таким образом экономится довольно много места на кодирование только фрагментов в переходе от одного ключевого кадра к другому. Получается значительно эффективнее, чем в GIF. То есть в GIF такого не было, а здесь уже такое есть. Этим обладают, в общем-то, все видеоформаты. Такая оптимизация, которая лежала на поверхности. Также в видео чаще всего используется пространство кодирования цвета другое, не RGB, а YUV. Суть в том, что YUV лучше сохраняет, во-первых, яркость видео, потому что ученые поняли, что чаще всего на видосиках лучше сохранить именно яркость, а на кодирование цвета тут расходуется меньше памяти, и оно еще лучше жмется. То есть получается формат, который лучше сжимается, чем RGB, и обладает особым приоритетом четкости и яркости, которая очень важна для восприятия видео как чего-то красивого. После MP4 я хочу вам показать формат, которому я приложил руку Google, и не только. Это такой Web.EM или кодек VP8, и его дальнейшее развитие VP9. VP8 обладает вот такой поддержкой, выглядит как будто неплохо, прям даже сказал, очень неплохо. Все мы, наверное, видели вот такие вот желтенькие кубики и думали, что ага, все хорошо, можно использовать, возможно, где-то отвалится, но не будет критично, а вот нет. Это Safari, и он против VP8. Против настолько, что Стив Джобс говорил, что мы не будем VP8. И, скажем так, им пришлось реализовать поддержку, но только для WebRTC. То есть так видео вы Web.EM не ставите никогда. Ближайший год, наверное, ближайшие два года, может быть, ближайшие лет десять. Непонятно, когда они, наконец, изменят свою политику. Может быть, никогда. И сделали они это для того, чтобы разные браузеры могли через WebRTC перекидываться стримами на VP8, и чтобы браузеры могли общаться только для этого. Итак, как было видно, Chrome, Firefox, Edge, и главное, что там есть прозрачность. То есть это прям довольно крутой формат, который заменяет гифку, который заменяет ее с улучшением качества, с прозрачностью, которая не однобитная, а прямо вот такая хорошая, настоящая полупрозрачность, разные оттенки. Естественно, отличные качества, и главное, что замечательное сжатие. По дефолту, конечно, в WebRTC, если попробовать сжатие без настроек, сжимает так, что видео выглядит немного странно и прям пожато слишком сильно. Но если поиграться с настройками, можно вынести довольно хорошее качество при хорошем сжатии. Но все зависит от конкретных случаев, конечно. Итак, чтобы добавить еще в IBM, для браузера вставляем еще один source. Тут все просто. Итак, что же такого есть в VP8 по сравнению с MPEG-4? А там есть, допустим, кластеризация, которая смотрит на картинку и находит, что вся картинка на самом деле собрана из градиентов. То есть он находит эти градиенты, помечает их квадратиками, такими кластерами, и кодирует их как отдельные градиенты. Получается, что все видео состоит примерно из градиентов или повторяющихся полос, которые можно потом как-то предсказать. То есть дальше идет процесс удаления пикселов, которые не являются крайними. И во время декодинга обратного видео просто эти пикселы смещаются, заливая с собой весь оставшийся квадрат, получается такой градиент. То есть есть буквально 8 видов направлений, которых можно сдвигать кадры, и таким образом получается сделать вот эти градиенты. То есть идея довольно прикольная, главное разделить. Еще насчет Apple. Вы не поверите, но самая лучшая информация о том, что делать с ВБМ, когда у тебя Apple, есть на дваче. У нас, пожалуй, первый SPB Frontend, где упоминается двач. Эти ребята для просмотра ВБМ на Apple сделали двач-браузер. Представляете, Apple пыталась сохранить людей от этого сайта, но эти люди сделали сайт для просмотра этого сайта на Apple. Но для тех, кто не хочет использовать двач-браузер для просмотра ВБМ на Apple, есть плеер, написанный на Wasmi. То есть в Wasmi уже скомпилированный кодек, который позволяет играть это видео, как будто это флеш-плеер, примерно работает так же и выглядит тоже достойно. То есть вполне достойный полифил. Теперь пойдем к более сложным форматам. Этот формат сейчас активно продвигается, потому что он был создан прямо таким отдельным свободным консорциумом. Компании сложились вместе, чтобы не претендовать на технологию, и сделали такой экспертный совет, который покопался в лучших достижениях по разработке видеокодеков, и слепил из этого что-то такое довольно сложное, монструозное, но абсолютно свободное. Это могут использовать все. Все могут встроить себе кодер, энкодер, декодер и использовать его свободно. Что очень хорошо, потому что Apple чаще всего или Google сопротивляются введению нового из-за патентных войн. Здесь этот формат изначально от них свободен. И, как я прочитал, Apple даже не так давно вступил в этом консорциуме. Так что, возможно, и в Safari появится поддержка этого формата, и, наконец-то, будет хоть какой-то формат, который будет поддерживаться везде хорошо и будет прям таким классным. А что же в нем именно такого классного? А то, что он создан для высококачественного видео. То есть все вот эти 4,8K видео, которые на YouTube сейчас, например, обрабатываются в AV1. Если браузер поддерживает, YouTube показывает AV1 видео высокого качества. То есть в случае низкого качества он показывает MP4, дальше там апгрейд идет на какой-то другой формат, и дальше потом AV1. Единственная проблема с ним, что сейчас он может тормозить на некотором железе. То есть прямо при проигрывании он может быть значительно более сложным для проигрывания, чем, допустим, тоже MP4 либо VPN, зависит от ускорения на железе. То есть видео, он такой формат, который близок к железу. Чтобы добавить AV1, надо немножко больше заморочиться, потому что тут надо указать кодек. Кодек надо указать с версией, и вот это вот все. Выглядит уже не так хорошо, как прошлые форматы, которые были просто и понятны. То есть тут прямо надо сидеть, самому энкодить и указывать вот такие строчки. Наверное, это сделать лучше, не знаю, но пока так. Итак, что же такого крутого в этом AV1? А в нем добавили искусственный интеллект. Это не значит, что искусственный интеллект крутится у вас на машине в драйвере этого AV1. На самом деле это делается во время энкодинга. То есть во время кодирования видео искусственный интеллект пробегается и смотрит, где что можно пожать, тоже превращая видео в градиенты, но в более сложные. То есть здесь идет уже не только наклон его в какую-то определенную сторону, но и более сложные там параболические искривления, и все это потом восстанавливается во время декодинга видео. То есть из картинки, которая совсем шумная с градиентами, получается такая более плавная картинка, и делая видео более четким, ярким и красивым из такого. Кстати, насчет искусственного интеллекта. Ученые поставили эксперимент, а что будет, если искусственный интеллект из их кодека до Ала полностью нарисует видео, из которого удалена информация о том, как его восстанавливать. То есть искусственный интеллект может дорисовать видосик из этого кодека. Конечно, в обычном использовании он не настолько жестко рисует, но если постараться, можно. А у Apple на самом деле есть свой родной кодек, который не менее крут, чем AV1. Я бы сказал даже более, потому что пока разрабатывался AV1 и кодек до Ала, Apple посмотрели, посмотрели на коэффициенты, с которыми играются ученые, взяли код к себе, поиграли с коэффициентами еще больше и сделали еще более красивую картинку, еще лучшее качество и улучшили сжатие. То есть прямо как любит Apple, тоньше, больше, быстрее. Вот они сделали все с этим форматом. Проблема в том, что чтобы проиграть этот видео, нужно только последние iOS и macOS на текущий момент и только Safari. Как ни странно, поддержка этого формата была в Edge, но с тех пор, как Edge стал хромом, поддержка тоже пропала. В итоге, что можно сказать? Пока это только для Apple. Пока оно работает только там и то не на всех Apple. То есть, к сожалению, только на последних можно это сделать и я попробую, оно играет. И, кстати, там есть прозрачность, что тоже немаловажно, как раз я упоминал. Чтобы поиграть в Hevk, нужно добавить туда, что мы используем кодек Hevk, кодек Hevk, и это будет играть, это будет работать. То есть добавляем еще один Source в наш список. Насчет отношений Hevk и Google. Естественно, Google спрашивали, они будут ли они реализовывать этот формат, раз он получился даже более красивым, нежели AV1. Они сказали, что на самом деле планов нет, потому что мы заметили, что его никто не использует. Ну да, конечно, вы же его не реализовали, кто же его будет использовать, так что учитесь отмазываться. Также они сослались на другие браузеры, на Apple, который молчит. Так что если не хотите сделать какую-то фичу, отмазывайтесь примерно так. Это выглядит достойно, по мнению Google. Но, как я сказал, я нередко упоминал в докладе, что у меня была большая борьба за альфа-канал, потому что мне очень важно было, чтобы видосики были прозрачные и кросс-браузерные. К сожалению, библиотеку C-True, которую я упоминал, я использовать не мог, потому что у меня приложение на WebGL это игрушка, и нужно было придумать что-то свое. Из возможных решений можно было использовать два фуллбека, но это очень сложно, потому что хевка на самом деле сложно сделать прозрачным. И, конечно, я выбрал свой вариант, так как C-True не мог, потому что у меня не HTML-приложение, у меня WebGL-приложение. Нужно было придумывать что-то свое. Итак, как работает C-True? Он делает видосик, где есть отдельная маска. То есть вот есть дракон, это, как я сделал фон, на заднем плане видно непрозрачное видео, и у него есть маска. А потом он слепляет это все при помощи канваса, и получается прозрачное видео. Вот фон на заднем плане за драконом виден. Эх, если бы вы просидели над этим столько часов, сколько я, вы бы, наверное, сейчас радовались, увидев эту картинку. Знали бы вы, сколько вам не было воодушевлений, когда я сделал реально кроссбраузерное прозрачное видео. Итак, как я уже сказал, у меня графическое приложение, игра. И графические приложения работать с видосиками немножко сложнее. То есть мы не можем так красиво использовать ресурсы и все это. Нам нужно ресурсы чаще всего презагружать, чтобы вот прям анимация по кнопке, по ховеру, чтобы проигралась, она была уже до этого загружена и проверена, что она может воспроизвестись. Для этого надо сначала проверить, что вот такой фичи детек сделать. Может ли вообще видеоэлемент, который мы где-то создали, как это обычно любится делать в домопе, создаем элементы тяжелые, чтобы что-то проверить легкое. Мы спрашиваем, можешь ли ты прииграть в IBM? Он говорит, да, либо нет. Проблема в том, что мы так не можем проверить, может ли он наиграть его с прозрачностью. Это большая проблема, потому что чаще всего там, где IBM прозрачный не поддерживается, там будет просто вот такой черный квадрат за видео, а на Safari вообще вылетит. Это такая проблема, нужно по-другому это все использовать, то есть в принципе смотреть на поддержку IBM, либо его поддерживают, либо нет, но вот с альфа-детектом иногда приходится прям хардкодить. Также очень важно для анимации, чтобы анимация вот была из первого кадра, мы нажали, и вот она прям сразу пошла, так, плавненько так, бдумс. Чтобы это сделать, нужно дождаться, когда видео вообще сможет играться. У функции play, у видео, есть, она возвращает promise, и в этом promise мы можем показать видео, когда оно начнет играть, то есть оно возвращает Zen, когда оно начало играть, и Catch, когда почему-то не начало. То есть бывает так, что, допустим, пользователь ни разу не тыкнул по странице, а мы пытаемся переиграть видео со звуком, тогда обработчик уйдет в Catch. И что же я сделал с прозрачностью? Ну, так как у меня WebGL, я написал вот такой шейдер, максимально простой шейдер, который просто разделяет, берет две половины картинки и сочетает их. Одну берет как прозрачность, ту самую маску, накладывая ее на цветное RGB изображение. То есть это код шейдера, который написан и выполняется для каждого пиксела на видеокарте. Итак, помимо того, чтобы видосики проигрывать, нужно еще и как-то сделать. Тем более, что у нас там с этим приложением грандиозные планы, надо запустить его на большом количестве разных дизайнов, соответственно, нужно делать много видосиков и нужно было придумать какой-то автоматический способ эти видосики делать, потому что пока я откладывался фуллбэками, я удивлялся, насколько много видеофайлов надо генерить, в итоге вернулся к одному формату MP4 всего-то, без всяких фуллбэков. Итак, нам нужен FFMPG. FFMPG — это такая прикольная штука, это медиаредактор в консоли, то есть он может делать видосики, он может кодировать, перекодировать, он может создавать видео из нескольких изображений, если мы укажем wildcard, как в втором примере, то есть здесь он скопирует все картинки в одно видео, сделая их кадрами. Можно делать фреймрейт, качество и так далее, то есть очень удобно для дизайнеров, которые экспортируют вам видео как набор кадров PNG. Чтобы сделать прозрачное видео, достаточно указать для WBM один параметр, а для HEFK это невозможно. Удивительно, но несмотря на всю свою любовь к простым смертам, Apple очень не любит отдавать свои исходные коды куда-либо, поэтому то, как кодируется HEFK, никто толком не знает. То есть он, конечно, кодируется так, как AV1, но Apple не говорит. Непонятно, какие там коэффициенты используются, поэтому FF-impeg прямо об этом пишет, что, к сожалению, мы можем сделать только декодинг, но энкодинг нормальный мы сделать не можем, поэтому энкодинг будет без прозрачности, потому что в этом мы разобрались, а как туда засунуть прозрачность, мы вообще не знаем. Но по этой ссылке можно прочитать о том, что на самом деле прозрачный HEFK видео можно сделать, но только используя по старой традиции Apple платные приложения. Как вам такое? Поэтому пришлось использовать MP4. Я очень долго грустил по этой ситуации. Кстати, в FF-impeg есть прикольные фильтры, комплексные фильтры, которые представляют собой как бы флоу. Смотрите, вот какой большой код можно написать в консоль, чтобы он что-то сделал. Суть в том, что у каждого фильтра есть input, есть output, мы их связываем прямо в консоли, вот это все пишем, такую длинную-длинную строку. Но я не советую вам это сделать, ни в коем разе. Советую сразу использовать обертку на JavaScript-те для ноды, которая просто делает это все за вас, а вы в нормальном виде на JavaScript-те, как вы любите, пишете в функциях все, что вам нужно, и комплексный фильтр получаете такое вот изображение, где сверху картинка, снизу маска. Конечно, наставит вопрос, а зачем так усложнять, почему бы не продолжать использовать GIF, если видео используют настолько сложно. А у меня есть, что вам сказать, сайз бюджета, это очень важно. То есть, несмотря на то, что технологии идут вверх, и операторы связи каждые года три говорят нам о запуске нового вида связи, который еще быстрее, интернет все равно плохой. То есть, люди любят по дороге на работу, в транспорте, в метро что-то смотреть, и мы должны о них заботиться. Вот смотрите, какая сравнительная таблица будет, если взять GIF, и вот, изначальная GIF весит мегабайт 713 килобайт, а если пожать ее как видосик, то мы сэкономим от 80 до почти 100%. Но, правда, стоит дать одну ремарку, все-таки качество GIF, количество цветов довольно низкое, поэтому видеовидосики жмутся очень хорошо. Если добавить полноцветность, то качество сжатия будет не такое феноменальное, но посмотрите, насколько GIF проигрывает по сравнению с видосиками. А насчет производительности тоже хотел бы сказать. Конечно, хочется делать все для ретинодисплеев, вот такое, как мы делаем с картинками, чтобы там в 4 раза больше картинка, чтобы прямо офигенно смотрелось, продавало. Но, на самом деле, для анимации это не так важно. Более того, это еще и тормозит. Поэтому, чем меньше видосик вы будете проигрывать, тем лучше. А если у вас еще и будет несколько, как я показывал мне там все в анимациях, то, соответственно, лучше делать видосики ровно под размер, как можно меньше, с приоритетом вообще мобильного разрешения, чтобы для мобильных они были еще меньше. И это будет нормально. Кстати, насчет разных форматов MP4 удивительно, но быстрее всех. Как ни странно, быстрее даже GIF. Я вот удивился, когда это увидел. Это из статьи Google, снизу ссылка, где он показывает все, с чем вы столкнетесь при попытке заменить GIF на видео. То есть, можно сказать, то, что я рассказал в этом докладе, просто в виде статьи. Итак, MP4 запускается быстрее всех, на втором месте WebVM, а GIF, как ни странно, на третьем. Так что, почему бы не из-за этого отказаться от GIF? Итак, выводы. Что ж, тут хочется поностальгировать. Поностальгировать о тех временах, когда было раньше. И раньше было хорошо. И раньше было очень просто. Сейчас, как и во всем вебе, такая тенденция нам стала сложнее. Нам стало сложнее, потому что нам нужно поддерживать старое, делать новое и следить за тем, чтобы все это не упало. Но, честно говоря, мы стоим на пороге больших таких возможностей с видео, и надеюсь, они когда-нибудь наступят. И еще надеюсь, что MP4 уйдет, а все остальные кодеки прям возвысятся и станут на его место, особенно в IBM. Если бы Apple начала поддерживать, я был бы так счастлив. Насчет фоллбеков хочу сказать, что есть проблемы их готовить. Особенно автоматизировано нужно изучать FF-impeg. Также с тестированием тоже могут быть проблемы, потому что есть очень много разных устройств, которые могут воспроизводить видео, не воспроизводить прозрачность, не воспроизводить ничего, падать. То есть бывало так, что мне заказчики говорили, мол, приложение не запускается. Как не запускается? Я же вот только что разрабатываю. Ну, не запускается у нас. Приходилось искать, смотреть. И все из-за видосиков на самом деле. Также меня очень не порадовали войны корпораций. Все вот эти патентные войны сделали этот доклад. И все-таки вам придется учить FF-impeg, если вы хотите работать с видосиками, буквально запомнить какие-то команды, чтобы много тестировать и смотреть, как пожать ваше видео, сохранив качество. Тут довольно много ссылок. Вообще, этот доклад состоит полностью из ссылок. Пожалуй, я никогда столько ссылок не делал. И вот на него ссылка. А у меня все. Спасибо.